Хорошо. Итак, уважаемые коллеги, давайте поговорим немножко сегодня о лечении ритмии. Это очень сложная тема такая, естественно, с которым мы постоянно сталкиваемся. И мне хотелось бы просто вначале сказать о том, что вот это лечение ритмии сердца, оно, так сказать, как всегда, рождает различные противоречивые вопросы к той терапии, к тем целям, которые она решает. Ну, в общем-то, если, так сказать, посмотреть на больных, то нарушение ритма значительно сказывается на самочувствие больных, оказывает негативное влияние и на качество жизни, и имеют неблагоприятное порой значение в плане воздействия на системную гемодинамику. Обязательным отнесением к противоритмическим средствам любого препарата является воздействие на ионные каналы. Ионные каналы, они достаточно специфичны. Это ионные каналы для, прежде всего, ионов натрия, калия, кальция, хлора. Порой и они пересекаются, так сказать, и один и тот же препарат действует на 2-3 этих ионных каналов. Ну, и здесь вот хорошо вот видно, когда этот канал открыт, он активизирован, здесь вот он закрыт. Ну, а здесь, в общем-то, схема движения через вот эти ионные каналы приведена. Здесь приведена вот схема формирования потенциала миокардиального и воздействия, так сказать, различных препаратов на него. Ну, давайте по очереди все разберем. Вот здесь представлена схема действия ионных каналов, да, и, так сказать, вот если взять эту нулевую фазу, то со страшной скоростью начинают двигаться через ионные каналы, через мембрану ионы натрия. Затем они притормаживаются. Вот этот поздний ток уже медленно тут пресекается. Ну, а дальше, в общем-то, идут фазы реполяризации. Фаза реполяризации, вот с первой по четвертую, по сути дела, она представляет рефрактерный период, когда импульс, доходя откуда-нибудь до миокарда, не встречает ответа. Вот, значит, это рефрактерный период, первая и третья фазы. Ну, а так вот, в общем-то, так сказать, движение ионов, оно опосредовано, оно обеспечено соответствующей энергетикой. Для того, чтобы, так сказать, вот чётче потом говорить нам с вами о комбинации препаратов, давайте вернёмся вот к этой классификации. Классификации Вильямса, она старая классификация, но, тем не менее, ей широко пользуются до настоящего времени, она как-то хорошо прижилась в клинике. И так, в своё время, Харрисон ещё взял, да разделил вот этот первый класс на А, Б, С. Итак, первый класс – это блокаторы натриевых каналов, да? Первый А представлен лизопирамидом, его сейчас тут у нас с вами нет, есть прокаинамид, новокаинамид, хинедин, куда-то тоже исчезать начал. Первый Б представлен лидокаином, который в анестетике одновременно антиаритмический препарат, а первый С прежде всего – это пропофенон, марецезинов, ликоинида, никто не закупает в России, хотя в международных рекомендациях они без конца фигурируют. Второй класс представлен бета-адреноблокаторами. Бета-адреноблокаторы сами по себе – это слабенькое противоритмическое средство, но у них замечательные свойства есть. Бета-адреноблокаторы, так сказать, ликвидируют, ну, в определённой мере, конечно, влияние вот такой симпат адреналовой системы. Это мы как-то любим их всегда, тем более, когда замедлить темп сердечных сокращений, одновременно с антиаритмическими свойствами. Третий класс. Третий класс очень важный. Это блокаторы калиевых каналов или препараты, которые удлиняют потенциал действия. Здесь всем известный аммиадарон, кардарон, да, ну, саталол, небентан, которым больше рассказывают, чем он где-нибудь применялся, кого не спросишь, да, и появился вот вернокалант, препарат с большим действием на предсердие, чем на желудочке. Ну, и, наконец, четвёртый класс – это блокаторы кальциевых каналов, фиропамил, дилтиазем – это блокаторы кальциевых каналов такими ритм-замедляющими свойствами. Ну, можно было бы тут подробно об этом ни всё не говорить, но если будете любую книжку читать про антиаритмики, там никто препаратов не перечисляет. Вот антиаритмики второго класса, третьего класса. Если забыли, то, естественно, приходится заглядывать и думать о том, о чём тут идёт разговор. Что касается других каких-то, так сказать, классификаций, вот здесь вот представлен так называемый сицилианский гамбит, где предусмотрели воздействие препаратов и на каналы, и на классы, так сказать, и на точки приложения. Получилось вот такое огромное поле, с которым достаточно сложно разобраться, и он как-то остался нежизненным. Так, в общем-то, и никто и не пользуется, хотя вот можно разобраться, так сказать, в идеале, как препарат, на что действует. Вот здесь как раз представлены различные кривые формирования потенциалов, о которых я только что упомянул, различных классов. Вот это самые кривые эффекты электрофизиологические потенциалы представлены первого класса, и вы видите, что вот этот самый натриевый ток, он, в общем-то, в какой-то мере замедляется у всех этих препаратов, да, в определенной мере уширяется вот этот самый потенциал действия процессора поляризации, да. Здесь как раз представлены дальше вот эти бета-адреноблокаторы, а здесь, так сказать, препараты третьего класса, где четко, так сказать, вот видно удлинение вот этого самого потенциала действия в целом этих препаратов. Это основное свойство, это блокаторы калиевых каналов. Ну и дальше идет, так сказать, вот здесь антагонисты кальций. То есть, в общем-то, довольно сложное вот это вот влияние препаратов и на каналы ионные, на формирование потенциала, и это в значительной мере определяет свойства препарата. Проблема заключается в том, что мучаются все, кто пытается создать антиаритмики. Вот бы сделать такие, которые бы на предсердие действовали, которые бы на желудочке действовали, но, к сожалению, так сказать, это не удается. Какие-то преимущества определенные есть, но не так их уже и много. Что касается вот спектра действия, здесь, так сказать, представлены различные аритмии, но и по преимуществам, так сказать, препаратов, которые применяются, можно просто посмотреть в книжке. Мне хотелось бы сказать о том, что вот с позиции такой клинической фармакологии большую роль играет плотность этих ионных каналов в желудочках, в предсердиях. Вот эти вот калии каналы являются ответственными за реполяризацию больше в предсердиях, в желудочках, так сказать, в меньшей мере. Ну и отсюда, так сказать, предназначений, во всяком случае, мы селективные блокады практически с вами не получаем. Тем не менее, так сказать, вот это все приходится учитывать при лечении больных. Кроме, так сказать, вот физиологических каких-то особенностей, все-таки в клинике приходится обращать и на различные позиции вот этих антиаритмиков. Так вот, препараты первого и первого С-класса, да, ну пускай там хинедин, что ли, был, и самое третье и первого С-класса, они все-таки не применяются при выраженных таких органических поражениях сердца. Антиаритмики четвертого класса в основном действуют на суправентрикулярные нарушения ритма, ну а препараты третьего класса больше показаны для лиц с патологией, скажем, фибрилляции предсердий, там, да, так сказать, жизнеопасных аритмий, но с другой стороны, они имеют те свойства, что, скажем, в кордороне, в амидороне содержится йод, и редко кто тут работая с ними не натыкался на самый тиротоксикоз спровоцированный, причем это очень неприятная патология. По крайней мере, где-то 30 миллиграмм гормонов приходится есть 2-3 месяца, чтобы с этим тиротоксикозом справиться, учитывая все побочные действия этих гормонов. Поэтому, так сказать, как-то каждый раз приходится думать, стоит ли, не стоит назначать этот препарат, исходя из этого побочного действия. Ну, что касается, вот, примером, такой монотерапии, некомбинированной терапии, то это, так сказать, ситуация, которая называется таблетка в кармане, да, это, так сказать, подход, который предусмотрен для купирования самим больным, по сути дела, пароксизма, фибрилляции предсердий. Как правило, это затевается в стационаре, смотрится, нет ли противопоказаний, каких-то противопоказаний, прежде всего является для пропофенона нарушение проводимости. Вот, если этого нет, если нет тяжелой патологии сердечной, а тяжелая, потом еще раз скажу, обычно это сердечная недостаточность, это бы фракция выброса меньше 40%, это гипертрофия левого желудочка, больше 14 мм. Вот, если всего этого нет, и, так сказать, получился эффект ликвидации пароксизма, фибрилляции предсердий, то дальше больной в случае вот этого пароксизма берет 4 таблетки пропофенона, пропонорма, полстакана воды, выпивает и ждет. И ждет. У ряда больных, так сказать, с достаточно частыми приступами фибрилляции предсердия, это становится просто какой-то жизненной необходимостью. Ну, можно и не 4 таблетки, поменьше. Получается достаточный эффект, вот, по оккупированию пароксизма, здесь вот как раз было исследование такое, да, где эффект получается 94% в течение двух часов, но я думаю, чего-то, наверное, многовато, вот этот процент. Поскольку вот сами мы тут в свое время на базе 5-й больнице, вот коллективное исследование было у нас, значит, исследовали персистирующую форму фибрилляции предсердия, персистирующая форма, это форма, когда длится она больше, там, 7 дней, да, и когда ничем ее не снять самостоятельно, кроме как воздействием каким-то. Вот у нас где-то 82-84% получилось, но время ликвидации приступа достаточно большое, где-то 4-6-8 часов. Но, тем не менее, еще раз говорю, что для больных это все-таки выход и, так сказать, достаточная возможность ликвидировать приступ. В настоящее время пропофенон появился в виде раствора. Ну и здесь просто, так сказать, вот если пароксизм не более 7 дней, да, то, по крайней мере, значит, видно то, что внутривенное введение все-таки в более отдаленный срок дает больше эффект, чем, так сказать, вот прием препарата Порос. Ну и в какой-то мере все-таки время от начала терапии ликвидации приступа при внутривенном введении она, так сказать, все-таки дает больше, больше эффекта. Ну, естественно, так вот я уж не буду детали говорить, куда-нибудь занесет в сторону, что вот эта вот таблетка в кармане, значит, не надо тянуть тут со временем, да, потому что, если у нас есть с вами 48 часов, никто не запрещает без всяких антикогулянтов начать противоритмическую терапию. Если это время истекло, тогда придется антикогулянтами подготовку проводить, как правило, варфарином, новые оральные антикогулянты не сильно пока для этой цели применяются перед этой ликвидацией приступа. Ну, а дальше антиритмическое воздействие. Что касается тактики, в общем-то, вот противоритмической терапии, моно- и комбинированной терапии, говорят так, что если эффекта на препарат нет, лучше дозу не увеличивать. Мало, так сказать, получается эффекта, да? Лучше перейти на какой-то другой препарат или перейти на комбинированную терапию. Вот что касается комбинированной терапии, тут основной страх остается эта возможность проаритмического эффекта антиаритмика. Вот. Есть такая аритмия, которая всех пукает, Торзада де Пуант, вот с этими Пуантами балерины придумали, да? Дунаправленная такая аритмия, которая без вмешательства почти в 90% фибрилляции желудочков заканчивается. Поэтому всегда, так сказать, приходится думать о том, стоит ли, так сказать, вот комбинировать. Ну, различные, так сказать, комбинации применяются, но смысл комбинации, чтобы воздействовать на различные механизмы, которые лежат в основе вот этой вот аритмии. Ну, вот одна из первых заповедей вот этой комбинированной терапии, не надо комбинировать препараты одного класса. Ни к чему хорошему это не приводит. Может быть, они и различаются, так сказать, по своей активности, по количеству блокирования ионных каналов, да? По выраженности вот этой фазы неответа миокарда. Но, тем не менее, в общем-то, этого делать не стоит. Ну, если вот эффект неполный, то, так сказать, не надо увеличиваться вот в эту дозу препарата. Ну, монотерапия, она прямо как диагностических эффективна, но приходится прибегать в том случае к этой комбинированной терапии, когда развиваются побочные эффекты. Вот этой терапии дозу, значит, увеличивать не надо, надо подумать о комбинации вот этих препаратов. Еще что, ситуация такая, когда возможные препараты в качестве монотерапии неэффективны, тогда комбинация препаратов может дать дополнительный эффект. Ну, и, так сказать, вот предпосылками комбинированной терапии является терапизм препаратов, действие, точка приложения, и оптимальное сочетание влияния на механизмы ритмей. И, значит, приходится учитывать негативные влияния, которые могут усилиться при этом. Ну, вот я уже сказал, что основное правило это, так сказать, при комбинированной аритмии не должны назначаться препараты одного класса. И вот тут не удержался Губермана процитировать, который сказал, хотя и сладости Назарт по сразугу идти дорогам, нельзя одной колодой карт играть и с дьяволом, и с Богом. Ну, в общем-то, остряк тот еще. Ну, далее, так сказать, что? Вот основные принципы назначения этой комбинированной терапии. Значит, я уже говорил о том, что требует осторожности. Вот нежелательное назначение препаратов с однонаправленным таким побочным действием. Это прежде всего темп замедляющие свойства, чтобы не вызвать резкой биродикардии. Это влияние на атеровентрикулярную проводимость, влияние на трижелудочкую проводимость. Очень важно, так сказать, еще учитывать влияние на продолжительность интервала КУТЭ, да, сократимость миокарда. Ну, и дозы препаратов в комбинации, говорят, должны быть все-таки не максимальные, а пониже обычных доз, которые мы с вами применяем в этом случае. Ну, еще, так сказать, вот последовательное назначение антиоритмиков. Второй препарат после того назначается, когда первый препарат все-таки показал, что он недостаточно эффективен. Ну, и вот это вот фармакокинетика должна учитываться. Фармакокинетика – это пути выведения, распределения в средах, вот это все. Ну, во всяком случае. Ну, и, наконец, вот этот жесткий контроль кардиальных побочных эффектов должен, несомненно, навсегда учитываться. Вот эти вот негативные влияния, говорят, что не надо, вот, как видите, вот, скажем, бета-адреноблокаторы с препаратами первого класса, да, а также вот бета-адреноблокаторы с ферропамилом, дилтиоземом, поскольку, так сказать, механизм, вот такой вот ритм замедляющий у этих больных. Рискованно, вот, препараты первого ряда с дигиталисом комбинировать, поскольку, так сказать, нередко концентрация вот этого сердечного гликозида увеличивается. Ну, все это вот изложено в национальном руководстве, в кардиологии, я специально полазил тут, чтобы, так сказать, самого не придумывать сильно чего-нибудь. Теперь, так сказать, давайте посмотрим более конкретно, с чем можно комбинировать эти препараты. Итак, первый А, класс под класс. Значит, хинедин, который тут, дурлекс был, сейчас куда-то надевался, дизопирамид, перестали закупать, хороший антиорит, но, так сказать, обычно нарушал мочеотделение у мужчин с простатой, с патологией, вот взяли, отказались от его закупок, а так раньше, помню, широком применяли. Значит, вот этот первый класс можно комбинировать с бета-адреноблокаторами, да? Вот, последние влияют на четвертую фазу потенциала действия, ну, вот, а антиоритмики первого класса меньше действует на четвертую фазу. Ну, препараты первого А-класса, о которых мы говорим, не надо, в общем-то, комбинировать с амидароном и саталолом, так как эти препараты, так сказать, одновременно замедляют процесс реполаризации. Что касается первого Б-класса, да, то здесь, в этот первый класс можно комбинировать с бета-адреноблокаторами, да, учитывая то, что эти препараты немного укорачивают эту фазу реполаризации, ну, и, так сказать, вот, удлиняют четвертую фазу, но при этом возможно удлинение, усиление аритмии. Теперь препараты первого А-класса, здесь, так сказать, наверное, речь больше, больше идет не о пропонорме, а вот о аллопенине. Аллопенин-антиаритмик, растительное происхождение, препарат, который, так сказать, действует, ну, честно говоря, очень активно, в основном, это честная сестра, он еще и седативное действие оказывает, женщины очень любят его, вот, но, с другой стороны, пытались применить, вон, для фибрилляции предсердия, отказались сразу, он маломощный такой препарат, но, тем не менее, препарат работает, но вызывает порой тахикардию, и комбинируясь с бета-блокаторами, так сказать, мы добиваемся оптимального числа сердечных сокращений. Вот эта комбинация полезна при экстрасистолии, вот, при рецепруктах, синусах, атероветеркулярной, узловой, значит, пароксизмальной тахикардии. Ну, не целесообразно комбинировать с друг другом препараты подкласса А и С из-за повышенной опасности аритмогенного эффекта. При терапии, вот, препаратами первого С-класса, ну, есть там атмазин, атоцизин, сначала было американцы у нас, закупали их из-за всей системы, чуть-чуть отказались, вот, ну, флекаинида у нас тут нет, дополнительное назначение бета-блокаторов, в общем-то, возможно, и учитывая вот цель про-аритмического действия этих препаратов, снизить вот этот риск смерти у больных с желудочками и нарушениями ритма. Ну, хорошо бы было сказано о том, что, если это первый С-класс, скажем, тот же пропанорам, можно добавить бета-блокаторы к нему, да, тем более, сам-то пропанорам немножко бета-блокирующим действием, помните, обладает, но порой он не вызывает темпа замедления, и в этом плане комбинации с бета-блокаторами, говорят, не несет большого вреда в плане сказывать на ширину комплекса КОРС и на продолжительность интервала КУТЭ, когда возможно тоже жизнеопасное нарушение вот этого ритма. Теперь вот эти вот препараты 1А и 1С может комбинироваться с европамилом, да, вот, в тех случаях, когда вот имеется синусоэтоэхикардия, который развивается при лечении хинезином, ну, хинезином, ладно, алопенином, скажем, вот это вот можно. Ну, и в последнем случае вот это вот комбинации антагонистов кальция с антиадомиками первого класса, которые приводят к снижению вот частоты сердечных сокращений, да, ну, я уже сказал, алопенин, скажем, и бета-адреноблокаторы, при этом опасно создать бета-адреноблокаторы. сказывается на нейтрализации за счет цитохромов. Теперь вот, что касается, назначая бета-адреноблокаторы в комбинации с другими препаратами, вот, следует помнить о том, что не всегда, так сказать, на прием бета-блокаторов получает должный эффект в виде антиаритмических вот таких свойств и в виде, так сказать, замедления темпа сердечных сокращений. Говорят, что у каждого из нас, так сказать, быстрые метаболизаторы, медленные, в общем-то, вот, вся эта ферментная система по-разному работает, поэтому патология-то вроде одна, у одного больного получается, у другого нет. Это вот речь идет об бета-адреноблокаторах, и, как говорится, приходится их подбирать индивидуально. Здесь как раз вот этот метаболизм нарисован, это схема. Я буду основываться на работодат в блокадрах, посмотрите, что важно в отсюда. Это путь у нас всегда ручки печени. Что надо подбирать ручки. Все-таки заглядывая в рекомендации этого или дальше это средние суточные дозы, все-таки ориентировка должна адекватной быть, да, вот, разовые дозы, и липофильность препарата. Чем препарат липофильнее, тем легче он проникает через мембрану клеточную, тем, так сказать, он быстрее и мощнее оказывает свой эффект. Вот здесь как раз все это приведено и приходится обращать и на это внимание. Ну, скажем, еще вдобавок ведь вот тоже, скажем, бисопролол, да, бисопролол, вот, если посмотрите, видали, там даже показания нет для лечения аритмии, но почему-то у всех руки так и тянутся, назначим бисопролол, получим эффект, ну, черт его знает, не всегда, конечно, получается, темпы сокращения мы замедлим, это несомненно, а вот противоритмический эффект, он минимален все-таки. что касается препаратов третьего класса, это наиболее мощный класс антиаритмиков, да, сюда относятся амиодерон, сюда относятся саталект, да, саталол, ну, вот, эти препараты, так сказать, между собой не комбинируются, но можно комбинировать с бета-адреноблокаторами, бета-адреноблокаторы, так сказать, вызывают замедление темпа сердечных сокращений, ну, и тем более устраняют вот эти симпат адренал и уливияния в определенной мере, и в целом получается, так сказать, вот такой вот положительный эффект. Ну, и важным свойством, говорят, этой комбинации все-таки снижение риска вот этих проритмического действия этих препаратов, вот таких триггерных аритмий типа пироид за счет удлинения процесса вот этой раполяризации. Что если касается сохранения тахикардии на фоне терапии аммиадароном у больных вот со злокачественными желудочками, с расистолой, то назначение бета-блокаторов все-таки является оптимальным, положительным. Ну, этот аммиадарон в обычной дозировке 200-400 миллиграмм, бета-блокатор тут, вот, ну, что касается аммиадарона, лучше, конечно, если это оригинальный препарат, не дженерик. Я вообще с удивлением прочитал, наверное, год назад работы из Санкт-Петербурга, где просто поделился заведующий отделением арифмологическим опытом. Там ситуация была следующая, значит, у больного, какого-то бизнесмена, достаточно имеющий материальных средств, возникла фибрилляция желудочков. Он тут же поехал в Германию, где, так сказать, назначили кардарон там, да, в комплексе с чем-то, ну, и ритм синус восстановился, он стал благополучно жить. По приезде домой он продолжал принимать аммиадарон, но, в общем, не совсем тот, который ему назначили. Опять начались рецидивы, значит, вот этой фибрилляции предсердий, да, ну, он опять двинулся в Германию, где взяли, определили концентрацию аммиадарона в крови, и она оказалась пшиховой, совершенно. Ну, опять назначили то, что положено, оригинальный препарат, опять стабилизировались и на суверин. И вот это за отделением пишет, я, говорит, когда все это посмотрел, пришел ужас, все отделение, у меня есть дженерики, без должного такого эффекта, что делать? Ну, тут уже материальная сторона и здравоохранение практическое. Вот на это надо все-таки обратить внимание, если будете лечить этим препаратом. Теперь еще что говорят, что все-таки третий класс не стоит комбинировать с антагонистами кальция, да? Ну, вот они противодействуют вроде бы триггерным аритмиям, да? но блокада вот этих кальциевых каналов вот порой, так сказать, ну, говорит о том, что клинические данные ну, не соответствуют вот и желанию, да, комбинировать эти препараты третьего, четвертого класса. Небольшой эффект. Ведь, в общем-то, вот к этому препарату третьего класса, вот, скажем, заодно уж напомню просто, вот саталол, саталекс, да, относится, но его не надо применять для купирования пароксидной фибролизы в предсердии. Прокод него мало, естественно, приходится или пропанавром, или этот кардарон применять как таковой. Ну, и здесь еще комбинации вот первого АЦ-класса с третьим классом возможны лишь без тяжелого органического вот такого поражения. Можно комбинировать, вот если взять третий класс, скажем, саталол, да, 80 миллиграмм, говорят, что 50 миллиграмм аллопенина, да, как раз, так сказать, получается разнонаправленное влияние препаратов, одна тахикардия, другая немножко, урежает темп сердечных сокращений, и с учетом свойств третьего класса получается эффект. Вот я уже говорил о том, что, так сказать, возник вопрос, что не надо применять при тяжелом поражении сердца органического. Это, как правило, выраженные признаки сердечной недостаточности, это снижение фракции выброса, до 40 меньше, да, это острая форма ишемической болезни сердца, да, это гипертрофия левого желудочка более 14 миллиметров, так вот договорились, что какие-то критерии должны все-таки быть. Ну, здесь вот, так сказать, общая таблица приведена, где возможность комбинации с плюсами, с минусами этих препаратов, если заниматься будете, придется это обязательно посмотреть. Ну, вот, практически, говорят, не используются такие препараты, как антиаритмические, как хинедин с амидароном, да, вот, хинедин с дегоксином, я говорю, концентрация там меняется, хинедин с отололом, но хинедина нет, раньше, так сказать, мы ведь, в общем-то, чего там не говорите, пытались изо всей силы нормализовать ритм, сейчас плюнули на это дело, понимаете, нормализуй его, не нормализуй, продолжительность жизни одна и та же, конечно, жить лучше с синусом ритмом, никто и не спорит, если это удается сделать, да, только что, вот, вчера был доклад у нас косоногого в отношении, так сказать, криоавлации у стефлегочных вен, ну, и там говорят, что эффект все-таки достаточно хороший, там, 84%, да, в течение года удается удержать ритм, но с приемом антиаритмиков, как правило, совместно, но тем не менее, сохраняет сенусовый ритм, везде свои проблемы, я вот тут совершенно прочитал в журнале, неожиданно, где-то полгода назад, наверное, оказывается, вот эти вот мышечные муфты, которые, так сказать, пытают, значит, аблацию провести, или температура, или вот криоаблацию, они порой влезают там где-то на 3 сантиметра внутрь этих легочных вен, не говоря об аномалиях падения, естественно, в общем-то, не всегда удается все это дело, но в основном, давайте так договоримся, что вот эти самые аблации устьев легочных вен, это прежде всего пароксизмальные нарушения ритма, и молодые больные, бестолку заниматься хронической формой, фибрилляцией предсердий, как правило, на какой-то короткий, так сказать, период, может, что-то и удастся, ну и, так сказать, вот в целом, то, что я тут много и долго говорил, я вот такую вот схему взял у недоступа, где написано, препараты первого класса, значит, возможны комбинации с бета-блокаторами, бета-блокаторы с третьим классом, как мы уже сказали, да, вот, препараты первого класса, с антагонистами кальция, так сказать, не всегда велят это делать, ну и сомнительная комбинация, вот как я уже сказал, препаратов третьего класса с антагонистами кальция, ну вот, я хотел бы закончить чем, есть такой справочник по клинической фармакологии, значит, полторы тысячи страниц в нем, да, и этот справочник был создан профессором Метелицы во время его работы в ВКНС, и он, так сказать, отношение к этим лечениям, написав там массу страниц про антиаритмические препараты, сказал такую фразу, что схема длительной терапии должна быть достаточно простой, все-таки, раз, и про почтение следует отдать назначению одного, все-таки, антиаритмического препарата, по возможности, один раз принимая, или два раза в день, да, во время приема пищи, и только в отдельных случаях можно, по его мнению, назначать комбинации препаратов, но это был очень заслуженный человек, много занимавшийся клинической фармакологией, я думаю, наверное, он прав во многом, ведь там, давайте вдумайтесь, антиаритмическая терапия практически ничего не лечит, антиаритмическая терапия давит эти триггерные механизмы, и все, пока принимаете, препарат работает, но безоговорочно, он в жизни опасной аритмии, возьмите инфаркт перенесенный, желудочный участок, экстраситалии, пробежки, что там делать без антиаритмиков, только потерять больного в ближайшее время, там разговор об этом не идет, так вот нельзя говорить, что ничего не лечит, наверное, но тем не менее, сами просто для себя вот так вот, подумайте, как артериальная гипертензия, гипертонии на земном шаре никто не лечит, эссенциальные, вот это идет, контроль артериального давления, пока таблетки, значит, принимают, все это дело сходится, поэтому, так сказать, вот тут храбриться сильно и комбинировать эти антиаритмические препараты без большой необходимости, вот мое личное мнение, наверное, не стоит, и последнее, что хотел сказать, что вот эта комбинированная антиаритмическая терапия во многом остается территорией поиска, да, вот он, лежит крокодил, промахнулись, ноги как не бывало тут, все, спасибо, спасибо за интересный доклад, вопросы, может, кого-то есть? Может, вопрос какой-нибудь у кого-нибудь, или потом? Ну, если позвольте, я тогда две немарочки сделаю, на самом деле, сочетание алпинина с отегексалом достаточно часто используем, причем в супер-пинемальных дозах, для профилактики приступов фибрилляции при сердце, ну, только при фибрилляции, при других терапинках никогда такого не используем, и он, вот это сочетание, по своему действию, практически сопоставим с кородороном, как показывает практика, даже тем пациентам, которые раньше принимали кородорон, он им перестал помогать, либо они вынуждены от него отказаться, вследствие проблемы с щитовидкой, отменяем кородорон, назначаем сатегексал, алпинин, 80, сатегексал два раза в день, алпинин, по 12,5-3 раза в день, назначаем, и какое-то время все равно удерживаем. Нет, в качестве поддерживающей терапии обязательно, там тактика такая, устранили этот приступ, продолжайте, даже в книжках пишут, вот порядка двух месяцев, что вы, так сказать, поддерживающей терапию противоритмической обязательно продолжали. Никто не знает, когда все это рецидивируют. Ну ладно, я... Второе, что же, насчет того, что может быть ритм не устанавливать, на самом деле, продолжительность жизни не меняется, если у вас норма в систолеете, в субреляции. Если у вас остатки формы, когда вот 200 все-таки идет, продолжительность жизни снижается, и не говоря уже об эмболических осложнениях, поэтому на силу своего ритма все-таки надо держаться на последнего. Я-то понимаю, я тут давным-давно работаю, на все это дело нагляделся. Понимаете, какая вещь. Раньше вот нам любой ценой нормализуйте ритм, нормализуйте ритм. Вот через силу, значит, один раз сорвалось, второй раз сорвалось. Не было этих оральных антигугулянтов. Вот эта почкотня, извините, с варфарином, ну, когда следить приходится, у меня вот тут родственники есть, его там посадили на варфарин, и говорят, что ты жадничаешь, в конце концов. Значит, варфарин дешевый, а новый оральный антигугулянт, да, не 3000 стоит на месяц. Вот. Но зато не надо ничего контролировать. А он, значит, вот я, говорит, приду в поликлинике, какие-то цифры невероятные, потом уже он в платную какую-то лабораторию приспособился ходить. Вот там, говорит, мне стабильно дают какие-то результаты. Поэтому, когда вот появились эти новые оральные антигугулянты, как-то немножко напряжение у нас улеглось. Если нет нарушения гемодинамики, вот еще вот, все, вот он без меня, конечно, знает. Не надо, чтобы темп сердечных сокращений превышал 100 ударов в минуту при фибрилляции. Если это будет, все, ждите, через 2-3 месяца поплывет и размер камер сердца, и, так сказать, недостаточно сердечной появится. Да? Насчет новых антигугулянтов, поскольку я, хирург, не занимаюсь еще хирургическими лечениями этих аритмий, пациенты, которые персистирующие, как правило, в степени наберет персистентов, фибрилляцию персистентов мы не очень будем брать, но иногда приходится. И сначала, естественно, это делают через пищеводный УЗИ. Для исключения наличия тромбоза у тех пациентов, которые принимают варфарин с контролем МНО, тромбозы очень редко находят. Все до единого нового антигугулянта и искусорялка. Находим тромбозы очень часто. И в любом е на варфарин. Нет, нет. Варфарин работает неплохо. И все его признали. И антидок там есть. В общем-то, все, что угодно. Но вот лечить этого больного и держать МНО между двумя-тремя вот этими цифрами, вот это проблема. Вот это вот в основном. Нет, это понятно. В основном больше беспокоит. Вот ведь чего. И дальше, если фибрилляция клапанная, не надо соваться с новыми антигугулянтами. Остается? Попробуем. Ну, давайте я вас объявлю. А то у нас такая дискуссия интересная началась. Итак, следующее слово Олегу Игоревичу Дамарину с сообщением на тему. Сейчас, одна секундочка. Называется сообщение Диагностика и лечение врожденных и приобретенных тахиоритмий. Очень актуальная тема. Пожалуйста. Сейчас. Попробуем. Сейчас. Тогда подойдите еще раз. Тема и доклада мы его поняли уже. Нарушение ритма сердца является достаточно частой патологией, от которой страдают лица разных возрастных групп, то есть от урожденных до лиц старческого возраста. В нашей работе мы попытались разработать стандарты диагностики аритмий, определить показания к хирургическому или медикаментозному лечению аритмий. В ходе работы было ретроспективно оценено около 600 случаев пациентов с аритмией и месиацией, которым проводилось оперативное вмешательство это РЧА, криоизоляцию у стимфлёгочных вен либо на орскопическая изоляция. Вот это отделение на врожденные и приобретенные это числа условная классификация. К врожденному отнесли узловую тахикардию ВПВ, некоторые виды желудочков экстрасистолии и проксизмальной желудочковой тахикардии. Приобретенные фибрилляции трепетания притердий, просто фокусные тахикардии притердные, ну и также желудочковой экстрасистолия и желудочковой тахикардии. По механизму возникновения аритмии, в принципе, все знаете, это два высоких механизма Это ре-энтри макро- или микрокруги и триггерная активность какого-либо участка миокарда Диагностика аритмии, в принципе, она понятна Самый простой способ диагностики – это обычные 12-канальные ЭКГ Если на ЭКГ аритмию заснять не удается, вешаем суточный монитор, заставляем пациента провоцировать аритмию То есть некоторые аритмии провоцируются, задержал, дыхнул, чихнул, понеслась тахикардия То есть мы заставляем спровоцировать аритмию и тогда уже смотрим на мониторе Если заснять аритмию не удается, ни на пленку, ни на суточный монитор кардиограммы Но пациент приходит и говорит, что да, у меня есть жалобы, то есть я иду, чихнул, у меня понеслась тахикардия Я потом еще раз чихнул, она закончилась Сразу берем его на эндокардиальное исследование Проводим, естественно, исследование, смотрим, что это за аритмия И, естественно, сразу же ее прижигаем, если в этом есть необходимость Есть такой еще метод исследований, как через пищеводное электрофизиологическое исследование Но на самом деле ни в одной развитой стране мира уже давно его никто не применяет Потому что вы даже не сможете с точностью на 100% сказать, есть аритмия или нет Вы просто ее не завели и все Больше вы ничего не можете сказать Ну, с нейтронослабостью синусоузла можно определить, но это не так и аритмия Поэтому мы к нему не прибегаем, хотя оборудование есть для него Но смысла его нет, когда можно сразу вылечить, а не только диагноз поставить Перед тем, как заняться аритмием, давайте вспомним, как в норме, в принципе, работает сердце То есть имеется синусовый узел Это основной водитель ритма сердца Он генерирует импульсы Число импульсов должно, соответственно, число сокращения Значит, из синусового узла по болотной венке Баха, Бахмана и Торелле импульсы распространяются на левое предсердие, межпредсердную перегородку, правое предсердие и дальше уже соединяются в АВ-узле Тут происходит небольшая задержка в проведении импульса То, что мы видим как в интервале ПКУ И дальше уже по системе ГИС-Паркинелл сборудается левый и правый желудочек Соответственно, это вот кардиограмм, который мы уже видим, да? Бесердные комплексы и желудочковые Ну, как я уже сказал, основным способом диагностики аритмии является 12-канальная электрокардиография Вот терапевт, наверное, в основном, да? Какой здесь диагноз будет? Да, желудочковая экстрасистолия по типу бегминея На самом деле, в аритмологии одна из самых таких экстрасистолия Такое самое интересное заболевание Потому что никто не знает, на самом деле, до сих пор, как его лечить И стоит ли вообще его лечить Ну, понятно Основным показателем при таком заболевании является это Мономорфная или полиморфная экстрасистолия Если мономорфная, то нам надо определить ее количество Данный пациентки, мономорфная экстрасистолия Сделали суточный монитор, ее там оказалось 30 тысяч Смысл в чем? Мы для себя, как бы, тоже просто в голове Это из апельсиана 700, они уже на операцию берут Даже ничего не означает Это я сейчас до этого тоже расскажу Мы для себя в голове разделили все экстрасистолы вот эти На, как мы их назвали, стандартные Есть такой учебник Ардашева, аритмология называется Там вот эта картинка есть Вот эти вот аритмии, экстрасистолии, кардиограммы Которые здесь показаны, это вот те, которые практически никогда не бывают ишемического генеза То есть, даже если пациентка приходит ей там 80 лет И она приходит вот с такой вот экстрасистолией Мы ее даже до коронарографии не берем Мы ее сразу тащим в операционную, прижигаем И все, эффективность прижигания таких аритмии, она очень высокая Это какие-нибудь, если постинфарктные экстрасистолии или желудочковой гекардии Там эффективность уже почти как у фибрилляции претерлий Даже у фибрилляции претерлий еще может получше Соответственно, пациентка была прооперирована Результат хороший на контрольном суточном мониторе экстрасистолии Там три штуки, там, оставалось И она сама отмечает улучшение состояния Следующая вот пациентка Как вы видите, здесь то же самое Но три штуки ряд уже идет Это по новой классификации Профизмальная неустойчивая тахикардия К сожалению, вот монитор этот пациентка не сохранился Только вот эта вот кардиограмма У нее за сутки количество синусовых комплексов Было такое же, как и количество желудочковых То есть 50 на 50 И пробежки там были по 15, по 20 комплексов И у пациентки было уже пресинкопальное состояние То есть она начала терять сознание Когда такие пробежки Когда она к нам пришла Ну, она вот там 76-го года там практически Когда она к нам пришла Она уже перепробовала все антиоритмики То есть вообще все И вот этот вот монитор, который был сделан Где 50 на 50 с желудочковыми комплексами Он был на кардароне Ну, сильнее кардарона Никто еще ничего не придумал Вот Поскольку вот эта тахикардия не похожа ни на одну из Вот эти вот, которые мы назвали стандартные И учитывая возраст пациентки Мы, естественно, сначала послали ее на коронарографию На коронарографии оказалось, что все чисто Ну, и по собственному ее взяли в операционную Такие тахикардии дольше прижигать Потому что их сначала надо искать Вот, то есть сначала заходим в правые отделы Потому что они более безопасны в плане прижигания В самой операции Вот В правой не нашлось Залезли влево И оказалось, что вот эта вот Желудочковая тахикардия Исходит из области переднего Передней створки метрального клапана Прижгли Эффект тоже достаточно быстро получили Видимо, она где-то близко к эндокарду была Поэтому, собственно, двухминутное прижигание Потом 30 минут подождали Ни одной экстрасистолы вообще не было Вот Сама она к нам не являлась на проверку Она родственница нашей медсестры Вот Ну, мы как бы справлялись с ее здоровьем Она говорит, что вообще заново начала жить И таблетки она сейчас не пьет Традарон Так В следующей аритме Ну, я думаю, тоже скажете Диагноз тогда Ну, фотография плохая, я понимаю, но Ну, это да Может быть такое, конечно Но это не оно Ладно, не будет кого мучить Это ВПВ-синдром Классический ВПВ-синдром То, что вы называете инфарктом Это депрессия СТ Это классический ВПВ-синдром С укорочением ПКУ С дельта-волной Это классика манифестирующего ВПВ-синдрома Опасность его в чем Иногда бывает просто находкой То есть, когда пациент приходит Говорит, у меня приступы тахикардии Вы снимаете кардиограмму Видите инфестирующий ВПВ Вопросов нет Сразу на аблацию Потому что Вылечить таблетками Аритмию, когда у нее есть Антонический скисстрат Это невозможно И беда еще в чем Что, когда ее находят случайно Пациент даже не жалуется на приступы аритмии Но этот пучок всегда обязательно надо убирать Механизм возникновения аритмии В принципе при ВПВ-синдроме Импульс проходит С предсердия АВ-узел По АВ-узлу По ГИС И вот он дополнительный пучок Ну или пучок кем-то называется Чтобы у вас была Именно ре-ентри тахикардии Нам надо, чтобы хотя бы Одно из этих колен проводило ретроградно То есть Импульс здесь зашел Прошел по миокарду По пучку Обратно в предсердии И вот у вас тахикардия закрутилась Если у вас Ну или наоборот Когда вот есть дельта-волна Значит у вас пучок проводит в интеградном направлении То есть от предсердия к желудочкам И если у вас АВ-узел ретроградно не проводит У вас никогда не будет никакой тахикардии Это будет просто ВПВ-феномен называться То есть есть дельта-волна И вот эти ишемические изменения похожие Но тахикардии нет Называют ВПВ-феномен Опасность его в чем? Если этот пучок работает плохо Бог с ним Человек может с ним всю жизнь прожить Никогда его беспокоить не будет Беда в другом Слышали наверное такие истории Спортсмен бежал, бежал, упал и умер Ну по разным источникам От 50 до 70 процентов Из них находит вот такой пучок Уже на утопсии Потому что при физических нагрузках чрезмерных Ритм срывается в фибрилляцию предсердий Самые частые заболевают даже спортсменов Ну по профессионалам спортсменов Они с возрастом все в фибрилляции живут Фибрилляция предсердия Это частота примерно где-то 380-400 ударов в минуту То есть переводить Если все это АВ-узел Такое количество провести не может Пускай он 200 проведет Ну никак не 400 Пучок, если он работает хорошо Он проводит сразу все на желудочке Вы получаете фибрилляцию желудочков То есть как бы Пучок-то вроде как Тахикардии не давал Но умереть от него можно Поэтому когда такую картинку выйдете Надо сразу обязательно Направлять на аблацию Потому что таблетками вы не вылечите Это как аппендицит вылечить таблетками Пытаться Уже не рассосется если вы там будете Ну может антибиотикам забушить удастся как-то Но все равно он никуда не денется у вас Ну тут еще интереснее картинка Если скажете, что здесь Вот этот вот разрыв Это одна и та же кардиограмма уйдет Одни и те же отведения вот эти с двух сторон Ну плохо и видно Ну ладно, тогда скажу сам Это интермиментирующий ВПВ-синдром Здесь мы видим совершенно нормальную кардиограмму Нормальную ПКУ Нету дельта-волны И потом что-то происходит с женщиной Получается депрессия СТ Укорочение ПКУ Дельта-волна Ну и вот это вот дальше Химические как бы изменения Это все снималось одна и та же кардиограмма То есть пучок вот этот, который Он может работать только в антиградном Только в ретроградном А может и туда-сюда работать И тогда вы видите такую картину У вас дельта-волна то есть, то нет То есть, то нет У таких пациентов 100% у всех будет тахикардия Потому что у вас ретроградные колена уже есть Антиградный узел, ретроградный пучок Цикл тахикардии у вас закручивается Ну вот это вот еще пациентку Тоже в принципе еще скажете Просто случай интересный, я про него расскажу А так В общем, ВПВ были до этого, ВПВ и сейчас Просто здесь его особо не видно Поскольку у нее дипертрофическая кардиомиопатия Молодая пациентка, там 34 года, по-моему, ей было Беда в чем? Из-за того, что у нее еще вот это вот ГКМП У нее каждый приступ тахикардии реэнтри То есть, связанный с ВПВ-синдрому Заканчивался фибрилляцией желудочков То есть, у нее миокард уже готов был к этому К фибрилляции И вот эта гипертрофия тоже здоровья не прибавляла Ее каждый раз восстанавливали Ну, дефибриллировали, естественно Вот, и кардиограмм с приступом тоже не сохранился У нее приступы реэнтри были где-то с частотой 200-220 ударов Ну и нездоровое сердце не могло поддерживать такую частоту Она сорвалась с фибрилляцией желудочков После чего, либо она устанавливалась сама Ну, я не знаю, по крайней мере Ну, бывает такое, что установился Ну, а так в больнице говорили сразу Дефибрилляции, и все, там кардиограмм переносил Там действительно ФЖ, и как бы без вариантов Так, ну, эту картинку уже показывал Так, ну, вторая Группа ритмей у нас идет Что такое? Трепетание, типичное трепетание предсердий Положительное или отрицательное волн В зависимости от того, по часовой или прочей Часовой крутится стрелки, да? Ну, второе, то здесь неволе получилось Поэтому, ну, грудной будет достаточно Ну, это все знают, наверное Мерсалкость нет сейчас такого понятия Брилляция предсердия, да Соответственно, по механизму Эти две аритмии, если они пароксизмальные Их обе можно начать лечить с таблеток Но у нас подход насчет них совершенно разный Трепетание предсердия, что такое? У вас импульс закручивается по всему предсердию Это макроориентритритахикардия Чтобы ее разорвать, эту тахикардию Надо провести всего лишь одну линию От трехстворочного клапана до нижней полы вены И у вас восстанавливается синусовый ритм Поэтому с персистирующей трепетанием предсердий Хронического такое понятие не должно быть Потому что эффективность прижигания Ну, аблации при этой аритмии почти 100% То есть, ну, бывало, да, что ты не можешь прижать Потому что какие-то анатомические особенности Там карманы бывают мышечные И туда просто электродом не залезешь, а увидеть его невозможно Вот, поэтому, если мы увидим трепетание Даже если пароксизмальное Оно все равно еще раз появится Либо начиная пить таблетки А любые таблетки, антиаритмики Мало того, что к ним возникает привыкание В любом случае Какие не принимают, там, начиная хоть с самых простых бета-блокаторов Но если там молодой человек Бета-блокатор, знаете, там Импотенция бывает в обычной действии Тоже назначать не хочется Вот Все равно возникнет привыкание Трепетание Мало вероятно, что куда-то уйдет Прижигаешь и все Даже таблетки не назначаем Трепетание, фибрилляция Они очень часто идут вместе Если у вас была одна аритмия Процентов 60 точно, что Скоро другая Трепетание там Трепетание, понятно С фибрилляцией другое дело Здесь картинка не очень удачная Для пароксизмальщиков И недлительно персистирующих пациентов Имеется пусковой механизм В легочных венах Это электрическая активность легочных вен Теория Мишеля Лехиси Гуэра Который добескую премию за это получил Соответственно, вам не надо лечить пресердие Вам надо убрать пусковой механизм Это собственная изоляция легочных вен Поэтому правильно говорить У пароксизмальщиков Ну и недлительные персистенты Изолируешь легочные вены Пока там формируется рубец Который будет уже изолировать Легочные вены от пресердий Где-то на месяц-полтора-два Мы еще антиоритмики назначаем Оставляем Обычно, который принимал до операции Те и назначаем Ну, естественно, форфарин Без его никуда Потому что даже Само повреждение эндокарда Во время аблации На нем даже могут тромбы оседать И лететь Понятно, что чаще всего в голову Вот Ну В принципе Если персистент То Как бы мы уже боремся Только Ну Персистирующей формы Это значит Мы еще хотим не заниматься Пытаться устанавливать Когда уже хроническая фибрилляция То есть мы не будем устанавливать Человек в синусовый ритм На пожизненный прием антикоагулянтов И тут уже надо только контролировать Частоту сердечных сокращений Соответственно Вы там можете комбинировать Все что угодно С чем угодно Как вот уже Николай Николаевич нам рассказал Единственное, что Одногруппники не надо назначать Вот Ну и уже оставляем Ну как кардинальные решения Проблемы Ставится однокамерный стимулятор Пучок гидса сжигаешь Операции на самом деле Сейчас нас такие стараемся не делать Только тем пациентам Которым Вот назначаешь уже все Мы обычно комбинируем бета-блокаторы Максимальную дозу Веропамил И дегоксин Без стимулятора Такую вообще Комбинацию нельзя давать Потому что это полнопоперечная блокада Должно у человека случиться Вот если у них вот эти Три группы препаратов Вообще никак их не урежают Была у нас одна такая пациентка Кстати, постпортезируемый метральный клапан Вот Ничем не урежается Поставили стимулятор Сожги пучок гидсом Она жила Потому что она все время жила У нее 170-180 Все это аритмично Клапан искусственный Естественно при такой частоте И аритмии Работать тоже по-нормальному не может Поставили стимулятор С нормальной частотной адаптацией Пучок гидса Все нормально стало Больше я ее не видел В зависимости от Собственно аритмии Используются различные катетеры Различные виды энергии В нашей клинике есть в принципе Все возможные Известные на сегодняшний день Методы аблации Это электроды с орошением Это используемых в тех случаях Когда надо достигнуть глубины поражения Это при ВПВ-синдроме То есть если этот пучок находится в толще мышцы При желудочках экстрасистолей Если этот источник тоже находится где-то в глубине Ну не орошаемый катетер Это для возловых обычных Там предсердный какой-нибудь Тахикардиоправо-предсердный Можно сжечь Криобалации Это криобалон Про который Алексей Яковлевич уже вчера рассказал Ну и торкоскопический электрод Для изоляции устьев легочных вен Как я уже говорил У нас было прооперировано 620 пациентов Летальных исходов и осложнений у нас не было Эффективность Ну в зависимости от заболевания При ВПВ-синдроме практически 100% Бывало такое, что прижгли Все хорошо Полуса подождали В ВПВ нету В палату поезжая Через час кардиограф снимает Опять дельта появилась Но потом на мониторе когда У него дельта появлялась До этого был манифестирующий Стал интермитирующий То есть пучок сожгли сначала Потом он все-таки начал что-то проводить Но частоту выше 100 ударов он не проводил То есть человек идет Там просто Он побежал Частота за сотню перевалила Все, пучок закрывается Он не функционирует И тахикардия вряд ли у него еще будет Но если будет, придет При облации медленных путей При узловой тахикардии Три рецидива Но при этом у пациентов было Урежение как частоты приступов Так и продолжительности То есть частота приступа Я имею в виду тахикардии Цикл тахикардии там не 100 Вот 80-200 А там 140-160 Вот и соответственно уменьшилось Количество Смысл в чем? А узловой тахикардии Знаете, что это такое То есть АВ узел Он имеет размер где-то полтора-два сантиметра Состоит он с двух частей Быстрой и медленной части В норме обе эти части Быстрой и медленной Проводят только в антиградном направлении То есть от предсердия к желудочкам У некоторых пациентов Что с рождения У кого-то может быть Это там и 80 лет У нас приходится узловой Манифестировал просто заболевание Одна из этих частей Быстрой и медленной Начинает проводить в обратном направлении И тахикардия закручивается внутри узла Даже бывает такой Вид такой тахикардии Когда даже в желудочке не участвует Могут быть предсердия два к одному То есть как трепетание выглядит На самом деле это узловая тахикардия Ну чаще всего один к одному Два к одному Это уже когда он за слишком высокие цифры заволи Заходит У нас одна такая была пациентка У нее приступ был с частотой От 200 до 260 Он дошел То есть сначала 200 Там просто один к одному Типичная узловая тахикардия Никаких блокад, ничего Потом она начала усиливаться Где-то на 240 У нее появилась блокада левой ноги И где-то в 260 просто тахикардия Перешла два к одному и все Ну Купировать надо было конечно сразу Ну пока чутко вряд лист В общем Купировали, прижгли После облации естественно Никакая тахикардия больше ничего не заводилась Вот Если прижечь лишнего То есть вместо С медленной части прижечь быстро Надо кстати Крадиостимулятор Потому что это получается Полная поперечная блокада Причем которую вы сами сделали Поэтому у нас такое мнение Что лучше мы получим рецидив С узловой Нежели сейчас там В 20 лет Полную поперечную блокаду Пациенту сделаю И поставлю стимулятор Ну при фокусе на тахикардии Пресердно 100% Результат На самом деле просто У нас их 2 штуки было Поэтому Такой результат хороший После рычага КТИ По поводу трепетания Три рецидива Ну эти три рецидива Учитывая Относительно Да большое количество У нас людей Порядка 350-400 Вот рычаг сделали КТИ По поводу трепетания И поэтому Три человека Получается Меньше даже 1% 1,3% Получается Поэтому эффективность Будем считать Высокой Также была Высокая эффективность При облации Зоны желудочков Тахикардии И желудочков Экстрасистолей Также в виде Полного устранения Патологической зоны Либо Снижение Количества Экстрасистола Или уменьшение Количества Приступов После кривоизоляции Легочных вен Имелось Два рецидива Это были как раз Пациенты Которые с просистирующей Формой Фибрилляции Были То есть Они оба были Больше года Находились Постоянно Аритмии Пришли Они сразу Через месяц Пришли С фибрилляцией Взяли на торкоскопию После торкоскопии Уже у них Все нормально Но торкоскопия Тоже не панацея На самом деле Потому что После нее Также у нас Было два рецидива Но там Уже ничего не сделаешь Таким образом Хирургический метод Лечения Аритмии Сердца Является Высокоэффективным Безопасным методом И позволяющим Полностью Излечить пациента Либо значительно Улучшить качество Его жизни Абсолютным Показанием К аблации Мы считаем Врожденной аритмией Или приобретенной При неэффективности Или невозможности Медикаментозного лечения Или нежелавание Пациента Принимать препараты Почему мало? Они с месяца начинают Использовать препараты Медикаментозного лечения Мы же в месяц Не делаем Показание Мы же в месяц Мы не можем Но делающих Медикаментозного лечения Перезадиванием В холосте А что там Врожденный порог Какой-то? А с леченым самым молодой которая видела по месяц оперировать там смысл в чем возраст тут не особо значение имеет значение имеет размеры ребенка потому что для детей заказываются отдельный катет они маленькие тонкие и они короче соответственно взрослого не пойдут если ребенок достаточно солидный ну не в шире крупненький до высоту до соответственно можно оперировать всем сейчас но тут уже надо смотреть по самому ребенку кому по родителям чего они хотят потому что если пароксизма есть надо оперировать как можно быстрее если пароксизмов нету как я уже показал оперировать равно надо потому что ну с возрастом фибрилляция разовьется и потому что нет в пв тут даже обсуждать нечего есть пароксизм нет пароксизма если не хотите себе риск не запустить смерти надо оперировать более эффективность в пв почти сто процентов игру очень редко бывает рецидивы да да вы можете просто прислать к нам консультацию посмотрим с ними уже все обговорим если ну во-первых мы назначаем его только после трепетания либо фибрилляции больше никакие аритмии мы не назначаем варфарин если ритм не срывается то есть через месяц пациент приходит суточный монитор там везде синус он говорит сам ни разу не срывался месяц назначаем остальное все отменяем вот если пациент приходит у него срыв остались оставляем ну как сказать по жизни есть такой термин как слепой период он считается что три месяца длится после аблации вот три месяца должно там могут быть еще приступы мы считаем что при криво вместе достаточно поскольку воздействие более такое гуманное что скажем вот поэтому мы на месяц оставляем и через три месяца уже если он приходит и у него опять все равно приступы тогда он пьет его дальше уже и там берем на торкоскопию допустим а если после торкоскопии у него приступы остаются то по жизни прием тогда спасибо за вопрос интересным смотрите если ранее не было приступов то в принципе разрешение не противопоказано то есть на операции на операцию я тащить смысл нету есть методики зерофлюра то есть почему беременную за оперировать не потому что она беременна потому что там под рентгеном операции идет есть методика зерофлюра когда ставится внутри сердечный узи и под навигации то есть там рентгена вообще не используется ее можно прооперировать на это если у нее будут приступы если приступов нет пускай спокойно рожает потом к нам придет по поводу этого мне интересно тоже случае такой был пациентка 42 или 41 год и было она была беременна третий раз или четвертый но 3 4 раз она ни одну беременность не могла выносить потому что у нее срывались срывался в ритме узловую тахикардию частотой 200 220 каждый раз были выкидыши последнюю беременность вот она доносила дом как называется неработоспособный как жизнеспособный плод приступ ее все мамашка положили восстановить кордороны не смогли стучать естественно и не стал меня позвали на ее родоразрешение в первый роддом под страховки что-то нужен был по мне как корид не шла так и шла как будто он спокойно прооперировали вот и грудь приходить сразу же вот как вот ребенок начнет маленько ходить там все с приходим тебя прооперируем больше беременна вот в общем она пришла к нам только через три года я конечно не уже не узнал и от меня тоже оба изменились достаточно килограмм на сорт наверно вот но смысл в том что прооперировали все там вообще что ты мешал раньше это сделать вот непонятно то есть она там двоих троих детей потерял за этого приступа да вот их последний такой как и то там седьмой может месяц был там то есть она не полностью все равно доносила вот когда бы если бы не беременна пришла прооперировать спокойно же поэтому беременность приступа нету да нет если приступов не было но это выпало феномен значит уважаемые коллеги я буквально два слова скажу в заключении нашей с вами встречи значит вот сегодня мы с вами тут так сказать поговорили о небольшой части проблем в отношении ритмологии о медикаментозной терапии и о тех возможностях хирургического лечения так и ритме которые так сказать вот вам сегодня представлены вообще конечно область эта сложная требует каких-то определенных знаний для этого элементарных так сказать но в этом плане мне хотелось бы сказать что если это медикаментозная терапия не помогает если есть возможность так сказать геносирургу на помощь прийти просто кардиохирургу наверное это делом надо заниматься по активней ну буквально где-то наверно два месяца назад пришла больная вот с этим агуртом несчастным тут обычно 60 процентов этих тахикардиопоксидмальных связано 12 лет мучаясь я говорю ну что ни разу вопрос не возникал сегодня вот такое так сказать время когда возможно вмешательство генохирургу вот эту облацию сделать нет 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 ну так же так в общем было наверное так сказать то что мы сегодня с вами поговорили я думаю расширит нашего представления ведь сегодня мы тут не говорим о всех возможностях лечения той же фибрилляции председа много там всяких фокусов есть и перевязку ушка до сих пор делают что там скажем про болей не было да и симулятор так сказать ставится с разрушением частичным или замедлением атрино-перкулярного узла в последнее время вот эти самые как раз блокаторы этого ушка так сказать тут употребляют много чего но всяком случае все не стоит на месте ну радует во всяком случае одно что вот эта вот радикальная какая-то помощь она стала все таки доступна в нас нашу дежургаловскому региону поэтому давайте активнее участвовать в борьбе с лечением с этими ритмиями я благодарю участников нашей конференции у вас всех за долгий терпение и интерес спасибо спасибо